Быть или казаться? Каждую неделю, читая новостную сводку, я натыкаюсь на радостные возгласы официальных СМИ относительной ситуации вокруг санкций и каждый раз искренне не понимаю, отчего же мы так радуемся, когда у соседа корова сдохла. Нет, я могу поверить в то, что некоторыми ограничениями Европа сама выстрелила себе в ногу, но из программы в программу я не устаю повторять, что решения всегда принимаются верхами, а страдают от этого низы. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Эта неделя оказалась богата на европейские откровения относительно запретов и ухудшения жизни забугорных жителей. Например, министр иностранных дел Германии заявил об абсолютном дефиците собственных запасов оружия, в результате чего его поставки Украине находятся на тонкой грани. Там же в Германии утверждают, что конфликт двух государств может продолжиться и в следующем году. Борис Джонсон, который собирается покинуть пост премьера во время своего визита в Киев, призвал британцев активнее платить налоги, чтобы помочь Украине. Типа на очередной пакет помощи хватило, но нужно собрать еще, причем не один. На этой неделе стало известно о предоставлении Британии и Украине микродронов в количестве 850 штук, общей стоимостью более 63 миллионов долларов. А вот Russia News приводит вполне конкретные слова президента Франции Эммануэля Макрона. На этой неделе он заявил, что в данный момент Европа переживает конец эпохи изобилия, и жителям стран Евросоюза нужно готовиться к серьезным последствиям кризиса, в результате которого Францию в том числе ждет нехватка продуктов и даже, возможно, воды. И вот таких подобных новостей реально десятки, причем ежедневно. Больше санкций, меньше газа, шутит пропаганда и иже с ними. На что президент России одобрительно отмалчивается. Отмалчивается, но продолжает предпринимать действия для продолжения спецоперации. Например, на этой неделе президент решил увеличить штатную численность вооруженных сил России сразу на 140 тысяч человек. Правда, в силу указ вступит только в следующем году. Но, видимо, с численностью до конца этого года пока все в порядке. А вообще странная намечается тенденция. В то время как убыль населения неуклонно растет, прибыль военнослужащих должна непременно увеличиваться. Откуда их взять-то собираетесь? С кем комплектовать? Если военнослужащими Донбасса, то вопросов нет. А если в ход пойдет мобилизация, то, простите, не для того мама цветочек растила. Ну, просто лично я не понимаю, как можно заставить человека, который против, взяться за оружие. Нет, в теории я, конечно, понимаю аресты, предатель Родины, будущий уголовник. А как это будет работать на деле? С ветерком на танке да против своих? Это не считая того, что с одной стороны мы ржем над загнивающей Европой, а с другой наращиваем против нее вооруженные силы. В таком случае подскажите, а когда наступит такое время, когда мы, наконец, перестанем видеть во всех врагов и начнем наращивать не силовиков, а ученых, врачей, педагогов и даже айтишников? А, кстати, у нас куча полицейских и сотрудников Росгвардии, которых хлебом не корми, дай кого-нибудь положить мордой в пол. Может, привлечем их? А заодно и посмотрим, способны ли они на что-то большее, кроме как крутить молчаливый митинг за Ройзмана и громко так кричать консьержке «Никому не звоним». Кстати, про великий и могучий русский язык силовиков расскажу завтра, не пропустите. И на этом я хочу поставить точку. Большего, на мой взгляд, тема силовиками не заслуживает. А мы продолжаем. Всего каких-то пару недель осталось до сентябрьских выборов, но этого более чем достаточно, чтобы обнажить истинные лица кандидатов. Вот, например, известный конфликт, в котором пострадал сыночек единоросса Александрина, на этой неделе ожидаемо подошел к концу. К тому самому, где 20-летний сынок так и не попробовал вкуса власти. А ведь собирался стать депутатом. Ну а папашка так и вовсе слетел с поста замглавы городского отделения партии. Правда, как говорят пострадавшие, по собственному желанию. Да я с грязью как хочу так и разговаривать. Это я, что ли, грязь? Ты грязь? Ты кто? Я человек. Солей в свое ведро и... Я вообще ничего не гоню. А ты кто? И не появляйте здесь. А ты кто запрещается, чтобы нам тут... Я человек, а вы грязь. В интернете сейчас гуляет ролик, значит, где он достаточно обрезан такой, где неприглядно выставлен мой сын, кандидат, депутат и должен быть сдержан. И слова, о которых сказал Егор, наверняка говорить не следовало. Я так понимаю, что не нужно Егору участвовать в этой кампании, поэтому его кандидатуру с этого округа, несмотря на то, что он сам его движенец, мы вдвоем решили снять. А ведь всего этого можно было бы и избежать, если бы заботливый папа объяснил бы своему нерадивому сыночку, что с избирателями надо помягче, и что именно эти куски грязи в своих ведрах могут как вознести на Олимп, так и обляпать так, что не отмоешься. Но, скажем дружно, спасибо той провокаторше, что вывела Егорку на чистую горку. Или на что там его выводят, потому что благодаря именно ей в мою область не прошел очередной кнопкодав. Кстати, нападали на эту неделю не только на Александриных. Коммунист Ивачев, прогуливаясь в эти выходные по городу, заметил, как двое неизвестных пытались заклеить его лицо прямо среди бела дня. Но спускать с рук такое хамство потенциальный губернатор не собирался и вступил в открытый конфликт с хулиганами. Хорошо, что хоть жив остался. Вот бегут красавчики. Это лысый, кстати, с рыжей бородой. От нашего агитатора комсомольца избивал как раз вот такой. Так, жену не трогай, слышишь? Что делай, ты придурок! Но все рекорды побил единоросс Павел Малков, разместивший свой улыбающийся фейс на фоне разрушенного здания, причем заботливо сопроводив агитацию словами «порядок, контроль, развитие». Что своим шедевром хотел сказать потенциальный губернатор, так и осталось в тайне. То ли Малков действительно собирается навести порядок и снести все неугодные здания, то ли проконтролировать процесс и правильно так освоить бюджет на реставрацию. Не, ну а че, все правильно. Нас ведь на этой неделе начали учить бережливому потреблению. Так, глядишь, дойдем и до бережливого вымирания. Потому как в России, в общем-то, все отлично, если живешь не в России. Да и цены, в принципе, нормальные, если ничего не покупаешь. Да и россияне, в общем-то, нормальные люди, если вытрясти из головы кашу. Ну, есть одно большое но. Каким бы красивым словом вы не пробовали назвать нищету, она все равно останется таковой. Потому что бережливое потребление – это не про осознанный выбор, это про отсутствие денег. И дай бог, чтобы такое потребление не переросло однажды в поиск просрочки или того хуже. А что может быть хуже просрочки? Правильно, радиационная катастрофа. На этой неделе Запорожская атомная станция остановилась по причине срабатывания аварийной защиты энергоблоков. Что там случилось на самом деле? На момент записи программы было неясно. Но смотреть на последствия равные Чернобылю лично я предпочитаю исключительно на экране телевизора. Ну, а у меня на этом все, друзья. Следующую порцию новостей смотрите завтра. Так что надолго не прощаюсь. Ну и на этой неделе у нас вышел спецвыпуск Николая Ермакова. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok